Всем привет, и сегодня на канале у меня такая вот новая старая рубрика, которую я не записывал лет пять, мои покупки за январь. Так, у меня тут я, если что, сижу на столе, потому что больше негде сидеть. Такие вот пакетики, раз, два, ну и в них еще, естественно, много всего. Так что давайте устроим такую небольшую распаковочку, покажу, что я купил за этот январь. Русик еще ездил в Турцию, привез мне там всякие санкционки. Кстати, в конце видео, так что обязательно досмотрите, будет розыгрыш, в котором будет, да я внизу даю, даю, первый подарок, это пластинка Harry Styles. Хотите, будьте участвовать, значит. И второй подарок, вот такой вот журнал с Билли Алиш. Да, он немножко, конечно, устаревший, 2001 года, в июне, просто у меня их два, поэтому один лежит. Я думаю, что он лежит? Фанатам Билли Алиш и Гарри Стайлзу подарок очень понравился. Так что смотрим видео до конца, там будут слова розыгрыша и так далее, и, короче, давайте начнем. Так, первый у нас подарок, это из Турции, такие вот джинсульки. Они бренда Freedom of Space. Такой, там, короче, такой классный магазин в Турции, я прикреплю эту фотографию. Он такой, очень молодежный, там много классных кет, одежды, и, короче, там просто как-то даже приятно. Я просто не очень фанат Турции, не очень люблю, но в этом магазине мне нравится. В общем, они такие широкие джинсы под ржавчину, как будто их там застирали в чем-то. Выглядят прикольно. Такие вот. Стоили 1700 лир. Внизу буду писать цены, потому что я не знаю, сколько сейчас лира. В общем, лайк. Мне очень нравится. Красивая. Пока. Следующая у нас покупка, ну, покупка подарок. Это от бренда Питкина. Они мне прислали три вещи. Очень мне нравится. Смотрите, это такой у нас, блин, я путаюсь в этих толстовка, худи, и не знаю, что это толстовка. Такая вот стильненькая, с желтой надписью Питкина. Очень прикольная, такая широкая. Короче, вообще, я ставлю лайк. Как вам? Понимание на цены. Бренд Питкина у нас нынче не дешевый. Это, в принципе, все русские дизайнеры не дешевые. Стоит 14500. Ахуй. Но, спасибо бренду. Соблю фотки в инстаграм, поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Следующая тоже от бренда Питкина. Я вообще, в последнее время, очень полюбил лонгсливы. То есть, если вы смотрите мои влоги, я очень часто снимаюсь в своем белом лонгсливе Ол. И как-то подумал, надо еще один. Ну, и, собственно, сказал. Он, правда, не супер белый, он такой слегка молочный. Выглядит тоже офигенно. Он типа оверсайзный. Очень такой тонкий, с надписью Питкина. Длинный рукав. Короче, вообще, то, что нужно, ребят. Если ищете лонгслив, очень советую, он еще так тянется. Короче, блин. Прям топовый. Мне очень понравилось. Стоит 6900. Уже бы приятнее, но не очень приятно. Вообще топовый. И третье, что я себе заказал, пакеты, это такая вот рубашка. Скажу честно, не супер в восторге, потому что на фотографии она смотрелась вот так. Выглядит она в жизни вот так. С лимонным подкладом. Ладно бы, если бы он внутри был просто лимонный. Меня просто выбесило, что он сзади. Видно, что он лимонный и цвета такой мочи немного. Вот так. Но, в принципе, рубашка прикольная. Она такая немного укороченная. И разной длины. Я думаю, летом с какими-нибудь шортами будет классно. Ну, как он. Ну, ставлю оценку рубашки 5 из 10. Тем двум вещам ставлю 10 из 100. Ой, дура. 10 из 10. Рубашка стоит 8900. Как бы, решайте сами. Я, как бы... И также бренд мне прислал вот такую миленькую открыточку. Видно, видно. Для Вадима. С любовью, Ната и команда Питкина. Спасибо большое. Вот такая открытка милая. Короче, вещи мне нравятся. Я ставлю лайк всем. Ну, рубашка не очень. Но, будем все равно носить. Ну, и тут еще... Правила обмена, возврата. Как стирать. Что очень хорошо. О, тут еще вообще классная мемочка такой вот. Так, Питкины мы закончили. Переходим к большому пакету КОС. Ну, тут не только КОС. Так, в январе я приобрел диффузор Зелинский. У меня были бонусы в ЦУМе. Я думаю, надо их потратить. Тут вдруг еще сгорят. Никто не знает, что будет через месяц. Поэтому закажу к себе диффузор. Стоил он 3500. Вот он у меня стоит. Пахнет. Заказал я аромат МОС. Не знаю почему. Просто дайте интуицию. Пахнет так, немного сладенько. Я вообще, если честно, не знаю даже, что в этом аромате. Давайте прочтем. Если было бы написано еще. Ну, в общем, МОС. Аромат хороший, стоит у меня при входе. Так что, когда люди заходят в гости, так... Немножко пахнет отелем. Так, ну давайте тогда одежду немножко попозже. Будет распаковка вот такой пластинки новой. Почему я ее купил? Потому что она желтая. Мне, точнее, Руслан купил. Но это не важно. Это моя. Желтая. Я искал эту пластинку в Москве и в Турции, где, блядь, не был... Нигде не было лимитки. Только черной. И тут... И тут снизошло. Вот она. Я ее снял... Я снял с нее пленку, но я еще ее не открывал. Давайте посмотрим вместе. Очень красиво. Боже! Боже, все приклеилось, Саша. Охуенно! Боже, ну это просто произведение искусства. Посмотрите, как красиво. Боже! Так, это у нас пластинка. И во второй ячейке у нас еще идет буклетик. Буклетик, буклетик. Такое... Хайвест Тайлс, Хайвест Хаус. Yeah. Тут у нас идет текст песен. Это, в принципе, not interesting. И потом у нас идут красивые фотографии. Блять! Вот такая. Далее. А далее текст песен. Спасибо! Фотографий больше нет. Что еще нам положили? В данную пластинку. Нам положили открытку. Такую вот. У вас, если выиграете пластинку, тоже будет открытка с подписью. Там напишу приятности. И, собственно, разворот обложки. Обложки винила. Почками. Как это... Красиво! Я, как вы знаете, фанат пластинок. У меня их штук 30 уже. Я их просто собираю. Я их не слушаю. Мне нравится, что они стоят по красивыми обложками. Вот тут вот Белолипкин у меня стоит. Короче, пластинки это любовь. И я еще люблю собирать всякие лимитки. То есть, красные, цветные, там, черно-белые, розовые. Все, которые, возможно, цветные, я собираю. Вот так вот. Следующая покупка у меня была совершена до Нового года. Но я ее отнес в разделу Января. Это вот такие белые кеды Сандро. Признаюсь, я их один раз уже надевал на Новый год. И больше их надевать не буду. Потому что я не умею носить обувь вне сезона. То есть, их я надену только, когда будет плюсовая температура в апреле. Потому что они идеально белые. Они очень красивые. Просто разведение искусства. Ну ладно, не настолько сильно они мне, конечно, нравятся. Но очень красивые. Я их буду носить. Стоили 30 тысяч рублей. Но на скидке перед Новым годом я их купил за 14 500. Так что я считаю... Просто я кеды ношу каждый день круглый год. Поэтому считайте, эти кеды мне хватит на год. Считаю, 14 тысяч в год это нормально. Следующий у нас такой презентик. Это Kiehl's. Они же у нас ушли из России. А я пользуюсь только их кремами. Пришлось заказывать из Турции. Косметичка в подарок была. Спасибо. Я пользуюсь... Блин, просто у меня такая кожа, знаете, что... Ей просто нужен увлажняющий крем. Не важно какой. Но для меня Kiehl's самый лучший крем. Они супер ложатся, впитываются. Меня не раздражают, не пахнут. Вообще топовые. Поэтому я заказал два вот таких крема. Такие вот. Мои любимые. Ultra Facial Cream. Но с добавлением SPF. Потому что, знаете, я насмотрелся всяких видео. А, я, короче, на Vogue смотрел вот эти вот видео, как звезды ухаживают за собой, макияжи. И все, все поголовно сказали, обязательно пользуйтесь SPF. Два крема с SPF. Я теперь, знаете, буду следить за собой, потому что возраст, морщины. Нужно защищаться как-то. SPF топово. Далее, что там нам еще дали в подарок. Потом у нас тут куча-куча пробников, которые, я думаю, вау, сколько средств. Буду ими пользоваться. Сложу пока. И потом, соответственно, забываю. Через год я их выкину, потому что проходит срок годности. И уже как-то страшно им пользоваться. Ну, в общем, спасибо. Пользоваться не буду. И далее у нас тут такой вот бальзам для губ. Le Labo. Это не Kiehl's. Просто я положил в эту косметичку. Короче, такой суперобычный бальзам. Тысячу рублей стоил круто. Короче, он очень густой. Очень хорошо увлажняет. Но он без запаха такой обычный. А, что по ценам-то? Что по ценам на крема? 710 лир стоило. Прилучно. Прилучно. Причем странно, что стоило 710 лир. Потому что когда я в прошлом году был в Турции, я их покупал за 300. То есть я помню, что... Точно помню, что крем стоил полторы тысячи. Сейчас, если 7 умножить на 3,5... Это уже 2300. 2200. Короче, подорожали крема. Далее. Следующая покупка с очень странной упаковкой. Это от Кост. Это такая рубашка. Обычненькая. Просто, знаете, летом прогуливаться немножко. Сколько у меня записи-то вообще идет. Такая легкая летняя рубашенция. Как вам? Мне кажется, симпатичная очень. Такая вот расцветка у нее. Она тоже как бы немного оверсайз. Потому что у нее очень длинные рукава. И она, в принципе, сама по себе такая широкая. Размеры к селесу что. Так что она особо не оверсайзная. Но у меня будет оверсайзная. На Эль-Кутову. Стоила 1580 лир. Ну, не дешево, не дешево. Но это Кост. А я обожаю Кост. Это один из самых моих любимых брендов. Не знаю. В Кост я готов скупить все. Но в последнее время года три у них какие-то ужасные коллекции. Мне практически ничего не нравится. И когда я был в прошлом году в Турции, я зашел в магазин и думаю, что это за параша. Но я купил двое брюк, которые и то были, знаете, последние. 56 размеров будут огромного. Я их купил, потому что они были классные. Все остальное, новые коллекции, какой-то флоп. Так, Кост, давайте как-то исправляемся. Что-то поинтереснее будем делать или нет. Следующая у нас покупка – это сумка из Кост. Блин, я не помню, было это во влоге или нет. Я когда был в Германии, хотел ее купить, но в сером цвете. Но потом я что-то купил другую из The Weekday и из Zara. Огромную синюю, помните? И что-то, блин, так стало жалко, но у меня денег. Думаю, да в жопу ее. А сейчас, думаю, сумок мало, нужна. Короче, офигенная сумка. Тут такой вот кармашек. Еще вот тут такой на магнитике. Потом тут на молнии. И внутри она, в принципе, очень просторная. Короче, камеру кинул, телефон, ключи. В принципе, она еще поясная, что я не люблю. Такая вот. Ну, как дура, согласитесь. Поэтому я обычно ношу их просто на плече. Ну, и на плече она выглядит тоже очень даже нормально. Короче, лайк ставлю. Мне очень понравилась она. Стоила также рубашка 1580. Треш. Ну, буду носить точно. Мне она очень нравится. Причем она, знаете, сделана из такого материала, типа блестящего, знаете, который затирается и потом становится белым. Но тут он очень качественный, и он белым не станет. Ну, за это спасибо хотя бы. У меня тут такая куча вещей уже. Следующая. Пластинка DXX. Ну, что-то рожает все. Очень красивая обложка, блестючая. Упала. Я не понимаю, на самом деле, зачем они положили CD-диск. Кто-то, у кого-то магнитола еще есть. Ну, допустим. Тут вот такая вот складная штучка. Видите? Ну, короче, тут всего один раздел. Идет просто такая серебряная штучка, в которой запакована пластинка. И пластинка обычного черного цвета, поэтому я не буду ее распаковывать. Вот такая вот покупка. Пластинки в Турции очень дешевые. Так что, если поедете в Турции, обязательно зайдите в какой-нибудь магазин. Я прикреплю вот эту ссылку охуенного магазина пластинок, потому что там есть все мировые новинки. Он просто гигантский. Это единственный магазин в Стамбуле, где есть новинки поп. Потому что везде какой-то ретро, джаз. Кто такое слушает? Мы такого с вами не слушаем. Вот. И они там супер, идешь, вы стоите. Типа полторы-две тысячи. У нас, если что, 5-6 стоят. Пластинки новые. Так что, советую вам вот в этот магазинчик, который я отметил, сходить. Далее у нас тут идет такое уже, знаете, по здоровью. Сейчас я достанусь. Первый у нас витаминчик D. Focus where you. Витамин D. 100 штучек. Еще одна упаковка витамина D. Потому что у нас Solgar стоит дорого. Там, если что, 500 рублей банка. У нас две тысячи. Естественно, в Турции везем. Из Турции. Еще я заказал вот такое вот железо. Я его пока пить не буду. И вам тоже не советую просто так покупать эти добавки. То есть, если витамин D можно пить всегда, он всегда, в принципе, у всех пониже практически. То всякий витамин D, C, вот это все лучше сначала сдать анализы. И если покажут, что у вас недостаток, то попейте. Просто так лучше это не делать. Далее. Русик привез чаек. Называется Love. Но на самом деле он просто с розой. Очень красивый чай с розами. Знаете, добавляет так в чайничек. Красота. Красота. Я его еще не пробовал, как видите. Я дожидался съемки этого видео. Распаковки пока не было. Так что, когда попробую, вставлю сюда ревьюшечку. Как этот чай. Стоил, естественно, копейки на рублей 150 на рынке. Не знаю. Далее у нас идет еще один чай. Это улун. Выглядит он не так, конечно, презентабельно и красиво. Но я просто очень люблю зеленый чай с улуном и с жасмином. Поэтому вот тут улунчик. Будем с вами тоже пробовать. С вами. Но я буду один пробовать, давайте по-честному. Также попросил Руслана привезти карри. Я обожаю добавлять везде карри. То есть, если я там делаю какие-то овощи, жарю, курицу, суп. Я везде добавляю карри. Я не знаю почему, мне очень нравится эта приправа. Какую-то пикантность, она придает и вкус. Потому что я зачастую в овощи не добавляю соль. Как-то, чтобы, знаете, соль это плохо. Добавляешь карри, перец, перца, перца, чеснок, бомба. Советую всем закупиться карри и везде добавляю. И вам тоже. Ну и, блин, последнее на сегодня. Это в такой вот прикольной упаковке. Гель для душа за Home. Даже, слушайте, симпатичная у них это сегодня. В этом сезоне упаковка. Это у нас... Я забыл, как читается. Cedar. Cedar Wood. Нет, не Cedar. Боже, все отсвечивает. Поняли? Вот. Cedar Wood. Cedar, Жасмин и Фрейзи. Ну, Жасмин и Фрейзи я знаю. Это цветы, как бы. Жасмин. Cedar. Что такое? Ну, короче, я не знаю, что это такое. Давайте просто опустим. О, он пахнет. Прямо, знаете, вот вы приехали в дорогой пятизвездочный отель и вот диффузором. О, я обожаю такие ароматы. Короче, вообще топово. Ой, ребят, знаете, как приятно все это распаковывать, конечно. Новые покупки, подарки. Вот это все. Да, у нас все закончилось. Ребят, ну забыл еще про одно. Вот такая вот пилюля огромная. Пятьсот таблеток омега-3. Заказывала маму, попросила забрать в Москве, потому что она у меня на днях приезжает. И такая, ну отсыпь себе. У меня полбанки себе отсыпал. Поэтому считайте, что купил. Ребят, короче, это видео получилось таким не особо длинным, как вы привыкли. Потому что у меня обычно влоги там по 40, по часу, по 30 минут. Это видео покороче, но оно было такое емкое, чок-то. Четко и по фактам. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось. Если вам такие видео заходят, пишите в комментариях. Буду почаще снимать. Ну и, собственно, давайте про розыгрыш подарков. Так, наконец, двигаемся. Опять или нужны подарки. Такие вот шикарные подарки. Пластинка Гарри Стайлз, Харри Слаус. И журнал «Сбили Алис». Ну и какую-нибудь миленькую открыточку вам еще отправлю. Доставьте тому, кто подпишется на мой Инстаграм. Это первое. Второе. Подпишется все-таки на мой Ютуб-канал, кто еще не подписан. И в комментариях напишите, пожалуйста, свой ник из Инстаграма, чтобы я мог вас найти. И в каком-нибудь из следующих видео я рандомайзером выберу и отправлю в любой город России вот эту посылку. Ну, в принципе, если вы из Казахстана, Беларуси, я тоже смогу отправить, поэтому участвуйте. Вот, ребятки. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Смотрите там мои предыдущие влоги. Там в прошлом видео вопрос-ответ вышел. Подписывайтесь на канал. Короче, все это знаете. Сами все это сделаете. Ставьте лайк обязательно для продвижения видео, чтобы Эля набрала 100 тысяч подписчиков в этом году наконец. И всем пока. Всех целую. Обнимаю. Нет, Тумба, я бы совсем страх потеряла. Я забыл про главную покупку месяца. Это мое прекрасное зеркало с Азона за 13 тысяч рублей. Это просто, я не знаю, лучше зеркало быть просто не может. Оно офигенно длинное, широкое, длинное, высокое. И просто, ой, красуешься, снимаешься, фоткаешься. Короче, да. Все. Теперь точно все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok